спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы баскетбол традиционно один из главных игровых видов спорта в санкт-петербурге практически в каждой питерской школе всегда были два спортивных объекта футбольное поле и зал с кольцами для баскетбола именно в петербурге выросли андрей кириленко нынешний президент российской федерации баскетбола и тимофей мозгов два самых знаменитых и успешных российских баскетболистов постсоветской истории ну а во времена ссср ленинград дал целую россыпь суперзвезд во главе с александром белову сейчас баскетбол остается одним из самых выгодных командных видов спорта он не так травматичен как футбол а баскетбольные суперзвезды всегда на вершине списка богатейших атлетов мира неудивительно что многие хотят заниматься этим видом спорта зачастую молодых людей останавливает устаревший стереотип мол в мужском баскетболе добиваются успеха только парни роста выше 190 сантиметров это совершенно неверно даже для двадцатого века когда доминирующие центровые вроде шаки ланила действительно были в фаворе и затмевали всех современный баскетбол быстр и полностью заточен на броски так что рост перестал иметь решающее значение более того неповоротливых здоровяков как раз почти не осталось на высоком уровне они просто не справляются с высокими скоростями нынешний классный защитник может быть ниже 180 сантиметров ростом и спокойно играть сильнейшим европейском клубе конечно высокий рост дает огромные преференции в защите но с этим можно справиться благодаря упорным тренировкам до сих пор сохраняется стереотип что баскетбол это игра только для метр девяносто но вы не такого роста это же не правда вот именно что это стереотип конечно рост не имеет значения в каком-то смысле и обожаю разрушать такой стереотип потому что многие до сих пор верят хотя естественно это абсурд но какие-то дополнительные сложности все-таки есть при игре в защите конечно есть сложности но при этом есть свои плюсы например например скорость маневренность ловкость и конечно должна работать голова надо думать на площадке вершина питерской баскетбольной системы прямо сейчас структура баскетбольного зенита действующего чемпион россии не только среди взрослых но также в молодежном и юниорском возрастах в основной команде сине-бело-голубых костяк составляют легионеры и лишь самые талантливые россияне могут оказывать им конкуренцию тому же обычно это уже опытные игроки а вот уже во второй команде выступающих суперлиги в предыдущем сезоне планируется более половины состава набирать из выпускников зенитовской академии это будут молодые петербургские воспитанники добившиеся успеха в молодежной лиге втб и в первенстве дюбл при этом хотя зенитовские юниорские команды побеждают основной задачей остается повышение класса молодых игроков результата в ущерб развитию от них не требует не будет такого что мы будем на первое место ставить результат не давать играть молодежи врачу тогда это вообще делать ради еще одной команды нет потому что вы знаете прекрасно что мы вынуждены в определенный момент отказаться от команды команды суперлиги и это было сделано осознанно потому что у нас просто не было наших воспитанников и просто содержать команду для престижа или там для количества но мы не видели в этом смысле разумеется питерский баскетбол это не только зенит но так сложилось что сейчас второго баскетбольного клуба высокого уровня в северной столице просто нет легендарный питерский спартак 2010-й впал в глубочайший кризис несколько раз понижался в классе банкротился и на данный момент просто прекратил выступление в профессиональных лигах а его возрождение каждый год заходит речь но вы пока что в осыны не там так что сейчас все пути ведут зенит у которого только в диско-юношеском первенстве представлены четыре команды уор номер один купчинский олимп адмиралтейская и центральная интернативный вариант серьезных занятий баскетболом без отрыва от учебы это ассоциация студенческого баскетбола охватывающая более 10 тысяч игроков по всей россии и конечно далеко до американского студенческого чемпионата который порой затмевает саму нба и олимпийские игры но это наш приблизительный аналог российская студенческая лига выгодно отличается от многих европейских первенств от обилием игр здесь проходит около 5000 матчей за сезон в общей сложности петербуржцы в студенческом баскетболе на первых ролях стабильно рубятся с москвичами и представителями московской области за золото третий самый современный вариант это занятие баскетболом три на три который теперь вошел в олимпийскую программу спортсмены клятвенно заверяют вас что обычный баскетбол и три на три совершенно разные виды спорта но объективно у них много общего трешки россияне сдают тон не только в европе но и в мире два финала токийской олимпиады говорят сами за себя вы похвастаться такими же гигантскими контрактами какие бывают в элите большого баскетбола три на три еще долго не сможет если вообще когда-нибудь сможет разумеется не все молодые баскетболисты пробьются в профессиональный спорт но результаты упорных тренировок останутся с ними навсегда ну